Россия должна освободить украинских политзаключенных. Такой призыв прозвучал во время саммита Украины ЕС в Брюсселе. Имена и фамилии украинцев, которые находятся в российских тюрьмах, включили в текст итоговой декларации этого саммита. О чем еще договорились, узнаем от Елены Абрамович. Этот саммит успешнее прежних, хотя бы потому, что завершился подписанием итоговой декларации, чего не удавалось сделать предыдущих два года. В документе Украине в этот раз удалось отстоять свои формулировки. Например, о признании европейских устремлений нашей страны. Важным моментом стало также внесение в декларацию имен политзаключенных в России. Это еще один способ оказать давление на Москву в этом вопросе, подчеркнул украинский президент. Что конкретно может сделать Евросоюз, чтобы добиться освобождения Сенцова и других, интересовались журналисты. Президент Совета Дональд Туск после непродолжительных раздумий выразил надежду, что этот вопрос поднимут в Хельсинки на встрече Трампа и Путина через неделю. Сегодня, сразу после этой пресс-конференции, у меня назначена встреча с новым американским послом в ЕС. Я попрошу его передать это сообщение президенту. Думаю, что мы все должны напоминать российским лидерам, что имидж России зависит не только от организации футбольного чемпионата. Подготовил Дональд Туск и отдельное сообщение для украинского и польского народов. Он по национальности поляк, но в этот раз основную часть своего спича произнес на украинском языке. Призвал не повторять ошибок прошлого и не ссориться. Незалежность Украины та безопасность Польши и всего региона зависит величезным причинам від відносин Мишкијвом та Варшавою. Несчо давно на пружни споказу ешчо нефси вывчили лекции з историей. Я закликаю владу обох краин до нового підходу до питання наших відносин и позитивного мислення. До конфликта ми можуть прахнути в целом же руководители евроинститутов традиционно подчеркнули не признают аннексии Крыма и осуждают строительство России Керчевского моста без соглашения Украины. Отметили также прогресс Киева в плане реформ. Положительно оценили создание антикоррупционного суда и напомнили, что еще ждут принятия поправок к закону. Что же касается безвиза, украинцев похвалили за корректное поведение. Этот безвизовый режим работает без проблем. Украинцы возвращаются вовремя и у нас нет никаких негативных последствий от внедрения безвиза для Украины и это еще раз доказывает, что вашей стране можно доверять. Из практических решений подписание соглашения с Европейским инвестиционным банком о выделении 75 миллионов евро для повышения безопасности украинских дорог. Что же касается миллиарда евро обещанной макрофинансовой помощи, то процесс уже на финишной прямой, заверил украинский президент. Я приветствую решение ЕС о выделении Украине четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 1 миллиард евро. Мы намерены подписать меморандум в сентябре этого года для получения первого транша уже осенью этого года. В целом, отметили в Брюсселе, достижениями последних четырех лет в отношениях с Киевом можно гордиться. За это время было подписано соглашение об ассоциации, заработала зона свободной торговли и без виз. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер.